Нолан, он же отец Лейлы или просто Батя, вышел на основной сервер. Что с ним делать, как играть, какие предметы и эмблемы ставить, а также что он представляет из себя в общем, расскажу в этом видео. Всем привет, это Бостон. Поехали! Итак, если вкратце, то основной геймплей на Батя заключается в соединении линий на земле. Это то, что тебе предстоит освоить в совершенстве. Рисовать одну линию, затем вторую, возможно даже третью, четвертую и сделать так, чтобы они пересеклись и попали по вражескому персонажу. Если линии пересекаться не будут, то твой геймплей будет печальным, без взрывов и хорошего урона. Теперь немного подробней. Пассивка, как и у большинства новых героев, у Нолана делает больше, чем любой из навыков. Просто посмотри на это гигантское описание и сравни с остальными навыками ультой. Но на самом деле не все так страшно. Тут говорится, что разломы замедляют врагов на 30%, а если соединить несколько разломов, произойдет взрыв, который, между прочим, наносит урона больше, чем любой из его навыков. 140% дополнительной физической атаки наносится от двух разломов, но если их будет больше, то урон от последующих разломов будет снижен до 40%. Соответственно, два разлома, а затем еще два, нанесут урона существенно больше, чем 4 разлома одновременно. Скрещенные разломы немного смещают врагов и восстанавливают 15 единиц энергии. Важно, что это смещение не является контролем, и оно не будет прерывать навыки вражеских героев. Кроме этого, каждые 5 секунд у нас будет заряжаться космический прыжок, который оставит после себя линию и нанесет 120% общей физической атаки героя. Космопрыжок не заряжается, если мы атакуем вражеского героя или он атакует нас. Принцип работы этой части пассивки примерно такой же, как у клинка семи морей, только урон ниже, но мы при этом делаем рывок к противнику. Первый навык это наш основной атакующий скилл, и мы его будем качать в первую очередь на максимум. Хотя я заметил на тестовом, некоторые игроки качают в первую очередь второй навык, чтобы увеличить мобильность героя, но в этом случае мы будем серьезно терять по урону. Второй навык это рывок. Наносит урона он существенно меньше, чем первый скилл, но также оставляет после себя разлом, который можно соединить с другим разломом и опять же нанести приличный дамаг. Поэтому в файтах мы будем его использовать так же часто, как и первый навык, в основном для того, чтобы соединить разломы и активировать взрыв. Примечательно то, что несмотря на низкую дальность рывка, второй навык особенно приятно использовать для отступления, так как оставленный разлом будет замедлять наших преследователей. Также им достаточно легко можно преодолевать различные препятствия. Оба навыка имеют очень низкую перезарядку, от полутора до одной секунды, если прокачать их на максимум. У ульты, кстати, тоже перезарядка достаточно низкая, от 20 до 16 секунд. Этим навыком мы оставляем сразу три разлома, отскакиваем назад, снимаем с себя контроль и наносим урон. Урон не такой уж и высокий, но все равно дополнительный рывок, а тем более эффект очищения никогда не будут лишними. Также очень важно, что ультимейт не расходует энергию, а наоборот, поможет нам ее набрать, если мы попадем по врагу взрывам. Кстати об энергии, она заканчивается, причем заканчивается достаточно стремительно, особенно если мы без синего бафа. Энергия регенится сама по себе, либо после того, как мы попадаем взрывом от разлома. Для регена нужно попасть либо по вражескому герою, либо по лесному крепу, лорду или черепахе. При попадании по миньонам на линии энергия при взрыве восстанавливаться не будет. Недавно энергию Нолана разделили на отрезки. Это было сделано просто для удобства, чтобы мы понимали, сколько раз мы можем использовать его навыки и хватит ли нам на два разлома, чтобы сделать комбинацию. Что касается комбинации геймплея, он тут не затейливый. Как я уже говорил, чертим линии на земле, соединяем их между собой и попадаем по противникам. Супер сложных и необычных комбинаций на этом герое попросту нет. Нет, ультимейт используем для очищения или для того, чтобы нанести дополнительный урон. Все скиллы, по сути, супер простые. В том смысле, что не нужно накапливать никакие заряды посевки или использовать их тогда, когда у противника останется мало хп. Немного огорчает то, что у героя нет навыков для регенерации здоровья. Лечиться мы будем либо после убийств, когда на нас висит синий баф, либо если купим предметы с вампиризмом от навыков, например, топор кровожадности. Но это на любителя, и отхил будет все равно достаточно низким. Кстати, что касается сборки. Я посмотрел много игр на тестовом сервере, на ютубе и так далее, и совершенно не понимаю, почему этому герою собирают предметы с перезарядкой навыков. По сути, перезарядка навыков снижает только кулдаун ультимейта. Вот так выглядят навыки с 40% собранной перезарядкой навыков. А вот так выглядят без перезарядки. В лейте практически нет никакой разницы. Разница лишь в том, что кулдаун ультимейта будет либо 16 секунд, либо 10, что в принципе тоже неплохо, но не думаю, что потеря в уроне того стоит. Также почему-то практически никто не собирает бесконечную битву, при том, что мы постоянно используем навыки и получаем дополнительную скорость передвижения плюс чистый урон. В общем, на мой взгляд, идеальная сборка будет состоять из клинка семибарей, ботинок скороходов, клинка отчаяния, бесконечной битвы, злобного рыка и какого-то защитного предмета. Например, бессмертие. Также подойдет щит офийной, сияющая броня, кераса грубой силы или сумеречная броня. А тут смотрим по ситуации. Как вариант для максимального урона, можно вместо защитного предмета взять трезубец, либо полузащитный золотой метеор. Второй вариант сборки более защитный. В нем вместо злобного рыка берем еще один танковый предмет. Эмблемы, конечно же, берем ассасина с разрывом, опытным охотником и смертельным воспламенением для дополнительного урона. Законтрить Нолана, как и любого другого ассасина, я думаю, не составит никаких проблем. В лесу его будут контрить лесные танки, типа Бакси или Фредрина. А также все герои с большим количеством контроля и замедления будут неприятными противниками для нашего героя. Так как очищение только с ультимейта, а рывок сравнительно на небольшое расстояние. В лучшие союзники ему хорошо зайдут саппорты с лечением, например, Рафаэль, Ангела или Флорин. По итогу мы имеем нового ассасина, который благодаря низкой перезарядке навыков может быстро чистить лесных крипов, тем самым получая преимущество в ранней игре. Его рывки хоть и имеют небольшую дистанцию, но в отличие от того же Ланселота, Нолну не нужны цели для частых и быстрых перемещений. Также вторым навыком можно легко преодолевать различные преграды, преследовать противников или отступать. Ультимейт работает одновременно, как очищение, скилл на урон, регенит энергию и может быть использован в качестве эскейпа. Я бы не сказал, что этот герой сложный, но потребуется определенная сноровка, чтобы точно попадать в взрывы от разломов по противнику. Что касается истории героя... Лейла, я твой отец! Нееееет! Ладно, если серьезно, Нолан играет решающую роль во вселенной Mobile Legends. Он открыватель дверей мультивселенной и хранитель земель рассвета. Нолан ученый и мультивселенский скитарец, который хочет спасить свою дочурку Лейлу от бедствия любой ценой. Он даже расколол свою душу, чтобы путешествовать по мультивселенной и победить бедствие. А теперь он может посражаться со своей дочуркой, либо против нее на землях рассвета. Пиши в коммент, что ты думаешь об этом ассасине и подписывайся на наш телеграм-канал. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok